Радиостанция «Радио» совместно со Школой искусств и медиатехнологии Арины Шараповой представляет программу «Детский взгляд». Приветствуем всех, кто нас сейчас слушает. В Москве 11 часов утра, а в Иркутске 4 часа дня. И это программа «Детский взгляд» на радиостанции «Радио». И сегодня в гостях у программы «Детский взгляд» Александр Олешко. Ура! Доброе утро! Восхитительная Анна Терехова Здравствуйте! Здравствуйте, спасибо. Доброго вам утра! Доброе утро! Так, тоже эта замечательная знаменитость. И в гостях у нас Арина Аяновна Шарапова. Вау! Привет! Здравствуйте! Слушайте, вы зачем меня так рано разбудили? Не могли попозже программу начать? «Детский взгляд» И особенно приятно представить нашу сегодняшнюю гостью Журналиста, ведущую программы «Контрольная закупка», Специального корреспондента программы «Время», Человека, имеющего большой эфирный опыт работы, Наталью Семенихину. Доброе утро, Наталья! Доброе утро, дорогие друзья! Рада вас видеть в таком прекрасном настроении И слышать ваши такие бодрые голоса. Думаю, мы сейчас разбудим всех, кто еще досыпает воскресное утро. Гость у нас сегодня очень позитивный. Актер, ведущий канала «Дисней» и репортер Василий Ракша. Здравствуйте, Василий! Всем привет! Актрису театра и кино, певицу и начинающего режиссера Анфису Вистенгаузен. Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня в гостях у этой замечательной радиостанции «Радио-радио». Всем привет-привет! Ксения Гарвалинская, Иман Байсаева, Данила Сенегубов, Дмитрий Иосифов и наш любимый звукорежиссер Олег Иванов. До новых встреч! Хорошего дня! Детский взгляд! И сегодня в гостях у программы «Детский взгляд» журналист, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Доброе утро всем! Здравствуйте, Екатерина! Ну вот. Ну-ка. А, мы пели вот что я вспомнил. Акуджава. Ты течешь, как река, Странное название, И прозрачен асфальт, Как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, Ты мое призвание. Наш сегодняшний гость – актриса, поэт Татьяна Проценко. Кроме того, нужно обязательно отметить, что Татьяна является членом Международной федерации журналистов и киноведом. Но прежде чем приступить к интервью с нашей замечательной гостьей, мы обсудим наболевшие новости, изложим на них свой детский, подростковый даже взгляд. Ребята, можно я начну? Да, давай. Радиостанция «Радио» совместно со Школой искусств и медиа-технологии Арины Шараповой представляет программу «Детский взгляд». Актер театра и кино, режиссер, художник и радиоведущий Иван Складчиков. Доброе утро, друзья. Привет всем в студии и тем, кто нас сегодня служит во всей нашей большой и замечательной стране. Ребят, а у нас есть еще новости, а данная новость заинтересует вас, Иван. Должна вас заинтересовать особенно. Компания «Гугл» совместно со МХАТ имени Чехова организовала театрализованные онлайн-чтения. Что ж, а у нас в гостях наверняка какой-нибудь дальний родственник Александра Сергеевича. У нас в гостях Татьяна Пушкина. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я, конечно, в общем, наверное, разочарую вас, скажу, что вряд ли я какая-то непосредственная родственница, но ты ее носишь, эту фамилию, а она тебя приподнимает немножко. Она не дает тебе скучать, она не дает тебе лениться. Как раз о том, что о чем была речь. Ребят, скажу, что Татьяна, она не менее гениальна, чем наш Александр Сергеевич. Ну это вы загнули, по-моему. Да ладно. Загнули, загнули. Известный российский телеведущий, журналист, актер, генеральный директор московского образовательного интернет-телеканала, Дмитрий Хаустов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ох, какие аплодисменты. Сколько нас здесь сегодня. Доброго утречка вам. Доброго утра. Служная артистка России, певица, композитор, поэт и, самое главное, счастливая мама. Она по духу каждому близка. С ней за минуту рушится тоска. Ее слова к веселью причина. У нас в гостях Грибулина Ирина. Ирина. Боже, даже стихами. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Доброе утро. Мы очень рады, что вы нашли время и пришли в гости на Радио Радио. Хотим напомнить нашим радиослушателям, что вы можете отправлять вопросы Ирине по номеру 5533 со словом интерактив. Алло, Олег Андреевич. Здравствуйте. Я на проводе, да. Доброе утро. Это Саша Олежка вам звонит. Здравствуй, мой дорогой Сашенька. Мы сейчас на Радио Радио в компании замечательных юных будущих и теле и радиоведущих, замечательных новых людей. Да, и мы сегодня вас вспоминаем, вспоминаем и песни в вашем исполнении, и ваши роли, и хотим вам от всей души пожелать здоровья, энергии и долголетия и сказать спасибо от имени всех детей мира. Спасибо. И сегодня в гостях у программы «Детский взгляд» художник, поэт, член Союза дизайнеров Москвы и очень и очень красивая женщина Алиса Толкачева. Здравствуйте, Алиса Евгеньевна. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я правильно поздоровалась? Я понимаю, что мы в разных регионах, в разных полосах нашей необъятной Родины и, в принципе, даже, возможно, кому-то доброй ночи. Вот если у вас есть мечта, идите к ней, добивайтесь своего, и чтобы все были веселы, счастливы, и чтобы у всех все было хорошо. Спасибо, Калерия Венедиктовна. Также приходите к нам снова, потому что с вами очень интересно общаться, и еще много всего хочется узнать из беседы с вами. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не везет. Для России моей Детский взгляд А мы продолжаем наш эфир. И сегодня в гостях на радиостанции «Радио» певица, композитор и пианистка Кристина Аглинс. Уважаемая Кристина, сейчас хотелось бы поговорить о вас как о музыкальной личности, как о певице, как о композиторе. Евгения, продолжай. И мы хотели бы вам задать вопрос. Кто же вы больше все-таки певица, композитор или пианистка? Уважаемые радиослушатели, хотим напомнить вам, что свои вопросы нашему сегодняшнему гостю Владимиру вы можете отправлять на короткий номер 5533 со словом «Интерактив». Вы знаете, сейчас появилась хорошая связь, и поэтому у нас наконец-таки получается связаться с президентом медиашколы и телеведущей Ариной Шараповой. И мы начали сегодняшнюю программу с песни в исполнении нашей гости Елены Камбуровой. Певица и актриса, народные артистки России, лауреаты Государственной премии России, члена Союза театральных деятелей России, основателя и художественного руководителя Московского театра музыки и поэзии и защитника животных. Здравствуйте, уважаемая Елена Антоновна! Здравствуйте, здравствуйте! А сейчас приветствую гостю от нашей коллеги Алины Цымбаловой. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели и многоуважаемая Елена Антоновна. Это стихотворение мы дарим вам от нашей программы. В ней сочетание вокала и ума, вот так о ней Высоцкий говорил. И добивается всего сама, в ней есть талант, он с легкостью определил. Судьба с Раневской встречей одарила, талант вести на радио эфиры подарила, сама Раневская ей книжки подписала, талант актрисы ей передавала. Ей камни создают уют и силу, веру ей дают. Народной артисткой России стала, театр музыки, поэзии организовала. Елена Камбурова в гостях у нас, а значит, интересен будет этот час. Спасибо, 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 да. Радиостанция «Радио» совместно со Школой искусств и медиатехнологии Арины Шараповой представляет программу «Детский взгляд».